Всем привет! Днепр на связи. 11.40. В общем, друзья, у нас воздушная тревога с 10.55. В общем, что? Вновь взрывы звучат по Украине. Вновь ракеты. В небе российская авиация. Ну, были пуски по Одесской области. Мощные взрывы. Мониторинговая группа сообщает, что были выпущены ракеты «Оникс» с территории Крыма. Также это была первая волна. Затем была вторая волна. Также взрывы в Николаевской области и взрывы в Черниговской области. Скорее всего, баллистика. Местные жители уже подтверждают информацию по взрывам в Черниговской области. Ну, у нас тревога тоже из-за угрозы баллистики. Сейчас в небе активно российская авиация. Вот такие, друзья, дела. То были атаки только ночью. Сейчас, как видим, атаки и днем возможны. И опять же, запускаются такие ракеты, которые сбить мы не можем. Тот же «Оникс». Вчера это комментировал уже Юрий Игнац, спикер воздушных сил. Указывал на то, что очень большая скорость. Их не то, что сбить. Даже засечь. Очень тяжело. Ну, и вновь указывал на то, что возможно было бы это сделать системами «Патриот». Но эти системы в недостаточном у нас количестве. Я понимаю, что в основном они у нас защищают небо над Киевом и Киевской областью. Вот такие, друзья, дела. Кстати, сообщали мониторинговые группы два раза о воздушных целях на Киев. Но затем первый раз информация не подтвердилась. Сказали, что была фальш-цель. Во второй раз там непонятно. То ли фальш-цель, то ли где-то сбили, то ли где-то в области бахнуло. На данный момент неизвестно. Друзья, вот такие дела. У нас, если бы не тревога, то, в принципе, все спокойно. Отличная погодка. Солнышко вышло. Ветерок, прохладно. На улице находиться одно удовольствие. Кстати, это у нас театр молодежи. Видите, что у них сейчас в репертуаре. Дескаженный день обо Василля Фигаро. Ползают, лазают. Театр, современное искусство. Снежная королева. И, кстати, справедливый богомот. Кушать побольше надо. Пожанин, тревога, городцы. Такой вот у нас молодежный театр. видите денек тревожный там кстати почитал многие российские телеграм-каналы радуются ударом сейчас по одесской области пишут что продолжаются удары по хранилищам зерна там других культур если так пойдет и дальше в украине будет голодомор и так далее как 30-х годах 2 33 вы знаете мой дедушка мне рассказывала том как они питались в это время и хаврахил ловили ставили ловушки голову им скручивали голубей кушали и так далее знаете хорошего мало как добывался хлеб и так далее жестко очень жестко было поэтому друзья не надо желать голодомора никому с ума сходите что ли голодомор желать это страшные вещи типуном на язык не дай бог и так у нас уже многим не знаю где денег на еду взять если мы говорим вообще глобальном мощном голодомори ну просто это было честно скажу очень страшно и противно читать особенно тем кто это поддерживает потом комментарии давайте как-то быть адекватный что-то друг другу потому что это полнейшая фигня иногда получается ну в общем так друзья тревога по украине наносится очередной удар ракетами ждем уже официальной информации что расскажет вот сейчас достойменно известно что взрывы прозвучали в черниговской области две волны взрывов а скорее всего прилеты потому что оникса мы сбить не можем в одесской области вот такой у нас такое начало дня по сути так и живем будем смотреть что дальше всем добра спасибо за внимание а до нового выхода на связь